И стихотворение получилось из этого? Конечно. Так оно с двойным сторонным смыслом. Экстраполируя из того времени, конкретно каждому человеку, который читает. И который поэт, я в литературном читал, они за сердце взялись, не стыхали, не видали. Второй раз просчитали одно стихотворение, так тут, говорит, двойной смысл. А третий раз просчитался, ты, говорит, боденька нахал. Там конкретно самое таинственное показано. Видите, это найти надо место, знать откуда. Это 36 раз надо Библию открывать. На все темы. Абсолютно на все. Это Господь дает. И вот на жития святых, жития святых, это 12 дней Дмитрия Красовского. За 1300 лет. И вот студент, я говорю, в течение месяца я отвечаю по житиям святых. И вот где бы они открыли, мне вопрос задом. Я отвечаю, а теперь кавычки открыты, какого числа святой говорит именно по этой теме. И из разных выбирает. Это 1137 житей, я их проворачивал каждый день. И они теперь 12 книг, как на ладони. Как они называют? Это 6-7 том. А это звездовая дам. Это знаки знаковые. Так, маленький посудный наказ. Где-то написано, чему каждый том посвящен. Нет, вот первое, это вопросы и ответы. Не-не-не. А вот. Знаете, где написано? Вот когда зайдете вот сюда, вот. На сайте. Самая ценная, на сайте. То справа 55 папок. Так, в какой книге вопросы, допустим, тебя интересует что? Писательство, или старобрядчество, или будущее мира. Книг, и пошли одни вопросы, из какого тома. Вопрос ткнул, полная развертка ответа. Тоже сам делал с этим. У меня столько хороших друзей, без друзей ничего нельзя сделать. Это больше 10 июня. И 10 пересекаем границу, чтобы у нас задержки не было. Просим помолиться. Хорошо. Чтобы нас Господь провел, как ему угодно. А какую молитву читать? Нас ждут в Греции, собирают люди, там монаши. Германия, там Грузия, на Украине уже предупреждены. Так это ж визы надо. Визы. Вот до нас мы 6 тысяч километров молотили. На капли были. Откуда вы знали, что есть такие люди, мы встретимся, так будет. Будет закрывать время библиотеки, когда будут рушить, сохранить эти книги. Хоть по одной кому-то раздайте. А потом будете дружить. Эти книги объединяют всех. Они основаны на любви Божией, на Христе. Господь наш Бог. Я в 23 года сознательно пришел к Богу. После просмотра фильма, отверженной Пикторой Его в армии. А что Бог, если я с детства знал? Она как бы автобиографична. Вот эта вот книга. С нее начинается. Первые 200 страниц, как мне мэр города читал, на работу был опоздал, на трех часов читал. Здесь конкретно все как было. Какие были мысли, переживания. В семье у нас здесь и человек был. Почему меня Бог на это избрал? Как это было? И когда вот аресты были, что думал? И теперь я вижу, все это было от Бога. Я первый в России распространил, а кипела гулак на всю страну. Насчитал, а потом растиражил. Ну меня. А потом брал репрессированных интервью. Зайдете на сайт, и там 50 книг мной насчитанных. Вы можете меня скачать. На кухне чистить картошку, а я вам буду считать. Бедователь там один из КГБ стал батюшкой, сейчас священник. Да там КГБ с меня зубами скрежетали. Какого человека погубили? А он прекрасный батюшка. Это Бог делает. Человеку это нельзя сделать. У него институт, образование. Но его сердце раскрылось Христу. У него все по-другому пошло. Раз я другой, я родился заново. Это мой Господь это делает. И мы поэтому поехали, чтобы людям рассказать, сколь велик Бог. Вот такое издание Нового Завета. Видите как. И теперь мы заедем, но точно, мы себя передадим. И я написал, чтобы Александр Егорьевич Лукашенко ответил. Я сказал, как много у него друзей в России. Мы его уважаем. Мы молимся о нем. И поэтому мы это отдаем с радостью. И вот завтра вечером, где-то в 0-0, мы должны пересекать границу. У нас на месяц там. Но как это будет? Мы все равно тревожимся. Но если не будет, значит в другом месте, бывает через Румынию. А если трижды не получится, значит это от Бога. Тогда мы начинаем просто в России раба. Мы не ломимся нигде. Ничего нет. Что требовалось? Ни денег нет. Ничего нет. Бог все позволил. Достали машину, мы его купили. Специальные люди оторвались. Это учитель. Это все знают. Поехали. И бывает милиция. Милиция свирепствует на дороге. С нами прекрасно все обращаются, отпускают. Мы едем, как будто бы еще из дома не выезжали. Сегодня стали, представьте, мы в лесополосе ночевали. Там у нас собачка. Я прогулял ее. Комар заедает все это. Выехали, присулились где-то там, пообедали и опять сюда.